здравствуйте вы на канале урал спецтранс и мы продолжаем серию санта-барбара вместо этого кто там сисим кеффел вместо него у нас манипулятор сегодня им 25 здравствуйте вы на канале урал спецтранс здравствуйте константин добрый день мы продолжаем рассказывать о спецтехнике на шасси нового поколения урал некст сегодня у нас грузопассажирский автомобиль с манипулятором им 25 в нем интересно то что он поднимает меньше одной тонны то есть это манипулятор который не надо регистрировать ростехнадзоре вообще по правилам все что выше одной тонны поднимает надо регистрировать у оператора должна быть должны быть корочки крановщика ну и соответственно там все эти ограничения по прохождению своевременного осмотра гостехнадзора ростехнадзора сейчас уже но с этим манипулятором попроще он до одной тонны у него 990 килограмм максимальная грузоподъемность ну то есть проще не надо ничего проходить корочки крановщика не нужны по большому счету вот эти машины то они как грузопассажирские они всегда были технички но на них крайне редко были манипуляторы по большому счету раньше у нас в россии то заводов-то по-моему не было кто манипуляторы делал один один из заводов и шимбайский который но один из первых начал изготовление производства манипуляторов поэтому та же самая машина осталась вот добавилась функция грузоподъемного механизма чтобы это все не на себе таскать то есть а манипулятором бочку какую-то агрегат какой-то манипулятор поднять сможет так здесь упора никакого нет ой тут за той зато тепло тут заходи скорее у нас опять похолодало господа у нас тут было минус 30 минус 35 наверно да потом бабах плюс 4 дня 3-4 наверно было да кто водку ой кто лекарства не пьет в баню не ходят все заболели вот а кто соответственно пьет лекарства и ходит в баню те все здоровы да мы здоровы тут вещь сразу видно полный рост стать нельзя но по большому счету зато входим железнодорожный габарит без ограничений вот но здесь летом же будет очень жарко вентилятора мне кажется не будет на окно не открывается как здесь ехать как ехать жиру вообще же ночью сланцах плавка купали можно а как в поезде у нас на дальняк ездят этот несколько лет назад ездил на юг в вагоне с кондиционером который не работал вот это жесть слушай здесь будет то же самое нет здесь можно остановиться на любой остановке где хочешь есть переговорная водителю позвонил ну не можем больше давай искупаемся остановились искупались а в поезде так не получится ну и с другой стороны есть поговорка жаркостей не ломит да а печка тут есть вот я смотрю одна печка и все ну то есть ну эконом вариант начал вторую печку не проблема поставить было куда поставить так что ну наверно да с форточками нас экономили можно было поставить но это как бы выбор клиента у нас комплектации разные абсолютно бывают на любой кошелек кто-то хочет подороже кто-то хочет подешевле предлагаем опции ну вот видимо человек решил что форточка ни к чему ну с другой стороны вот игру становятся проветрятся едут дальше опять подожди может ее взяли куда-нибудь на крайне север я не знаю там может не бывает шибко теплого лета да то мы с тобой на южном урале живем это у нас бывает жара люди рассказывают там один день лето бывает всего в некоторых местах надо за не за этот день успеть искупаться загореть грибов насобирать рыбалку тоже дешевый вариант лесенка не откидная но с другой стороны это лучше чем допустим бывает тросик петля такая висит а здесь все-таки полноценно можно ногу поставить и в то же время при наезде на неровно здесь стоит лента транспортер на то есть она просто сторону сыграет ну должна целый остаться не должна сломаться кабин на урал next ой нравится мне на кабина спальное место на спальное место и двухкабинку газ что ли газ газон их есть так есть и газон вот эта часть же она же я и на газон и на газель общее так тут дело не в том что они не могут сделать они скорее всего уралаз наш завод он просто не сертифицировал еще машину двухкабинную то есть документы не получил поэтому и не делать наверно вопрос скорее все связано с сертификации то есть сертифицирует появится а может быть есть как сказать проблемы на самом производстве в нижнем новгороде то есть просто не хватает при при возросшем спросе не хватает возможности производства по производству как ну не успевают они делать может и такое быть не знаю ну я думаю что появится все равно когда-нибудь рано или поздно то есть и спросом будет пользоваться портовая платформа нашего производства ну да бортовая нашего вправо откидывается задний не откидывается ну потому что манипулятор сзади стоит вот давай грузоподъемность покажем манипулятором здесь есть грузовысотные характеристики вот управления как раз видишь 990 килограмм он поднимает на вылете два с половиной метра и максимальный вылет у него почти 7 метров и 350 килограмм на полном вылете аутриггеры здесь вручную выдвигаются разворот тоже вручную но они достаточно легкие в принципе если на цена на сегодня вот к сожалению вот эта установка уже манипулятор он уже стоит что-то по моему 1600 или 700 в свете такого удорожания очень актуально наверно будет наша машина с укосиной которую недавно показывали в принципе не грузоподъемность одинаковая что у вас не но это конечно побольше у него все-таки тонна почти тонна до вылет побольше но или укосины там стоимость я не знаю тысяч двадцать тридцать да или тут сколько он уже 700 тысяч по моему стоит да ну про урал в целом еще раз повторюсь тормоза стали сейчас пневматические делать появилась межосевая ой вернее межколесная блокировка межосевая она всегда была межколесной на урале блокировок не было она была только в военном исполнении таких особенностей которые последнее время еще с заводом произошли с уралом вернее то есть это воздушные тормоза блокировки включение повышенной пониженной передачи включение блокировок воздухом ну и шины сейчас размерность идет такая же как на камазе наружный диаметр 1260 миллиметров и диск посадочный посадочная на диск 21 дюйм этот вариант практичной с точки зрения загрузки разгрузки грузов в кузов когда тяжелый манипулятор допустим ставится большой грузоподъемности то его мы вынуждены ставить за кабину и там имеет смысл будку перенести назад потому что будка будет мешать его действиям то есть диапазон работы только будет сбоку либо налево либо направо то есть когда между будкой тогда да то есть тяжелый манипулятор просто другого выхода нет чтобы была возможность погрузки удобная в кузов надо саму будку с людьми переносить на задний свет одну там там оправдана здесь такая компоновка она лучше более манипулятор он по радиусу вот так круговую уходит может с той стороны груз забрать с этой погрузить да у него больше 360 градусов зона рабочая можно же полуприцеп прицепить и собственно в прицеп грузить какой-то груз то есть фаркоп нем электровыводы есть ну да я тут я не помню раньше показывали нет вот счетчик моточасов еще есть лишь ставится счетчик моточасов чтобы до счетчик моточасов вот здесь уровень пузырьковый но что примерно выставить машину в горизонт а зачем счетчик моточасов но чтобы проводить техническое обслуживание свое время то есть там первое то проводится через 50 моточасов надо фильтр элементы поменять и потом через определенный период но в первую очередь это замена фильтр элементов и замена гидравлического масла вот этот мы уже проехали да сколько то получается что вот 222 уже моточаса значит машина проработала то есть это испытание мы единственное нет я думаю что здесь запятая все таки 22 целых две десятых моточаса вот лишь меняется потому что конечно 222 это перебор машину топитая да машину только собрали это вот такой счетчик это такая жирная хорошая запятая мы не скручиваем ничего да на ноль 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 не отдаем клиенту но я точно не скручиваю ты скручиваешь то есть мы потом документах указываем что вот эти там 22 там моточаса это были приведены отвод на отданы на слушай я не помню в паспорте указывается нет при передаче в приемом передаточном акте указывается в паспорте на манипулятор нет там ставятся печати и подписью что он провел прошел испытания директор расписывается по главный инженер главный конструктор расписывается а моточасы может быть в акте прям передачи указывается в паспорте нет пойдем марс снимать спасибо вам за небольшой обзор мы будем продолжать вам показывать спецтехнику на шасси уралнекс как и заявили в самом начале до свидания совсем грустный константин не выспался не выспался снилось и порой снилось мне летняя рыбалка как я на спиннинг щуку таскаю понимаешь и я просыпался и падал с кровати в общем ну когда крупная клевала а